Интересно Весной этого года произошел скачок цен на многие товары и услуги. Если проанализировать ту работу, которая была проведена, какие меры сработали в сдерживании роста цен? Во-первых, мне кажется, что главные меры это успокоить ажиотажный спрос граждан, поскольку не было оснований для увеличения цен на многие товары. Много предпринимателей пытались воспользоваться ситуацией и просто получить сверхприбыль. В кратчайшие сроки были приняты меры и центральным аппаратом службы, и нами. И, соответственно, цены, как мы видим, все стали на свое место, которое было до этого ажиотажного спроса. Масса поступала обращений граждан. Наша служба работала без выходных дней. Проводились проверочные мероприятия. Было установлено коллегами из других регионов, где находятся производители сахара, наличие картельного сговора. Были возбуждены дела в отношении производителей, продавцов сахара. После этого сразу ситуация как-то начала спадать. Ажиотажный спрос тоже в население. Все, видимо, сахаром затарились, накупили. И сахар теперь у нас спокойно лежит. Знаемая теперь средняя цена у нас, буквально сегодня смотрел, от 68 до 76 рублей за килограмм. То есть, оснований, зачем покупать было там по 100, еще там какие-то завиральные цены. Я и тогда говорил во всех средствах массовой информации, говорил, не надо поддаваться ажиотажному спросу, не надо закупаться этим сахаром. Потом там некоторые люди стали соль заодно покупать, соль начала пропадать. Но это совсем комично было, потому что соль и запасы громадные, как и сахара. Просто удивительно было. Ну, как вот, ажиотажный спрос. Раньше было хорошее такое выражение, не надо поддаваться панике. Вот оно здесь на 100% свое, так скажем, доказывает свою справедливость. Что касается дел, то сейчас расследуется центральным аппаратом антимонопольной службы. И, я думаю, будут соответствующие решения приняты, в том числе и меры. Хочу сказать, что там предусмотрена даже уголовная ответственность за нарушение, за картельные сговоры, если ущерб составляет более 50 миллионов рублей, полученный доход. Ну, я так понимаю, там намного больше. Вот если взять другие товары, мы тоже видели, что и офисная бумага подорожала несколько раз, стали проводить проверку, выяснили, что производители цену не поднимали. Несмотря на то, что, говорил, там реагента не хватает, там серая бумага, производители не поднимали цену. А кто? А посредники. Взяли просто, мы спросили, а почему? Ну, нам захотелось. Взяли и на 250% увеличили стоимость. Материалы также переданы на центральный аппарат, потому что компания не только на территории области, но и на территории всей Российской Федерации практически вставляет свою деятельность. И соответствующие решения сейчас будут приниматься центральным аппаратом. Потому что, я еще раз скажу, что не только на территории области. То, что у нас на территории области, соответственно, было отработано совместно с правительством Калужской области, с Министерством конкурентной политики. И были собраны все сети. И соответствующее решение, как бы, рекомендовано было цену держать в тот период в коридоре от 70 до 80 рублей, чтобы картельного сговора у нас не было. И, в принципе, ежедневным мониторингом, который несколько раз в день проводился, было установлено, что цена где-то от 71, 66 и до 79 рублей в этом диапазоне сохранялась. Все этот период. Но сейчас я уже озвучивал. Уже она ниже. Поэтому главное, вот, слушать, что говорят полномочные на то наши органы и власти. А вот сейчас, на данный момент, есть ли какие-то болевые точки, как тогда вот был сахар, офисная бумага? Вот что бы вы выделили? Потому что сейчас многие жалуются на цены на хлеб. Ну, я бы не сказал, что сейчас какие-то у нас есть основания для ажиотажного спроса. Практически запасы и муки, и зерна у нас достаточны. Оснований для какого-то дефицита здесь нет абсолютно. Сейчас имеют место сезонные явления, в том числе и цена на сахар немножко сейчас может подняться. Но это вот связано с тем, что один урожай заканчивается, а новый урожай еще сейчас только перерабатывается. Это так всегда было, каждый год. Немножко может еще и спрос увеличиваться в связи с тем, что не все, наверное, закупились сладким. Вот. Варенье все готовят, закрывают, так скажем. Ну, там разница, она не особо будет серьезная. Рубль-два подорожает, ну, не так это, мне кажется, критично. Ну, вот, например, в своей семье, если просто покупаем сахар, песок для, ну, в основном дети у нас любят, вот, то нам вот в одной упаковке хватает, наверное, полгода, наверное, месяцев на семь, на восемь. Я не вижу вообще в этом проблемы. То же самое с солью. Ну, соль на 23 рубля там пачка, да, там, ну, в чем здесь проблема-то? Зачем ее закупать, закладывать себе? У нас был случай, когда один из тех, кто обращался, сказал, что вот был какой-то ажиотажный спрос на соль еще в начале нулевых. И он столько ее купил на тот момент по хорошей цене, что до сих пор ее на 2022 год кушает. Не может никак скушать. Поэтому, я думаю, не надо так вот уподобляться и этим заниматься. А так, естественно, все меры, которые возможны, предусмотрены законодательством, предпринимаются. У нас на территории области проводится еженедельный штаб как раз по мониторингу цен, то есть, где присутствуют и все необходимые федеральные, региональные службы, плюс торговые сети, представители. То есть, с ними диалог и контакт идет еженедельно у нас. А остается ли это решение, которое было принято весной, о минимальной надбавке, по-моему, 5% надбавки на продукты, на социально значимые продукты? Ну, социально значимые продукты, в принципе, у нас это решение, оно установлено по установлению правительства, там 10% рекомендованная такая надбавка. Есть правительство Калужской области. А, соответственно, на остальные товары, ну, то есть, там, остальные продукты, которые у нас входят в список, это там и мясо, и молоко, и хлеб, и макаронные изделия, и, ну, там, 24 наименования. Овощи там есть, тоже присутствуют. В принципе, за этим тоже такой мониторинг проводится, соблюдается, то есть, минимум один товар из названной категории в магазинах присутствует. Либо, если такой категории нет, то нет и товаров, которые премиум-сегменты. Потому что мы все знаем, что есть недорогие товары, а есть товары премиум-сегменты, которые там всегда стоят достаточно недешево. Поэтому этот мониторинг присутствует, контроль за этим ведется. Более того, введена такая мера, как, если в течение 30 дней будет товар дорожать больше, чем на 10% из этого списка, то правительство Российской Федерации принимает соответствующие меры для предотвращения, как раз, ажиотажного спроса. Но, как мы видим, никакого ажиотажного спроса у нас не присутствует сейчас. В нашем регионе традиционно низкие цены на бензин. Вот как это удается? В свое время они были не такие низкие. Были вопросы нефтяной нашей отрасли, в том числе и нашего управления. Были рассмотрены, вынесены решения о нарушениях, злоуполюблении к доминирующим положениям. С того момента как-то вот нефтяные компании пошли навстречу, стали как-то вот вместе общаться и с региональными, с федеральными властями. И благодаря этому и первому лицу региона, в том числе, большое за это спасибо надо сказать, цены, они сохраняются одни из самых низких в ЦФО, даже часто самые низкие. Ну, мы видим на границах нашей области постоянно на заправках очереди. Ну, я могу привести пример. К нам на конференцию в Калугу коллеги из других регионов приезжали. Они сказали, что у нас премиальный 95-й бензин стоит дешевле, чем у них обычный 95-й на 3 рубля. Ну, мне кажется, этим все сказано. Ну, я думаю, что когда вот принимаются меры и синергии, так скажем, идет федеральных региональных властей, то мы видим результат, как говорится на табло, а в данном случае это ценник на бензин. А как контролируют цены? Вот расскажите этот механизм. Это ежедневный мониторинг? Ежедневный мониторинг проводится практически по всей области, в том числе коллеги из Министерства конкурентной политики проводят выездные проверки. Мы также проводим периодически, то есть проверяем, мониторим цены на различные товары, входящие в список. И ежедневно у нас получается информация о состоянии цен. Если мы видим какое-то увеличение, то, соответственно, эта информация непосредственно является основанием для проведения соответствующих проверок в отношении предмета увеличения, так скажем, стоимости на товар. А какую работу еще ваши сотрудники ведут? Где контролируют? Какие сферы? Ну, как говорят коллеги, можно сказать, у нас 14 июля день работника антимонопольной службы. И мы с коллегами, я в этом солидарен, чем занимается антимонопольная служба? Начиная от закупок роддома и заканчивая похоронными услугами. Практически всем. Потому что масса сейчас выступает заявлений и по интеллектуальной собственности. Вот мы знаем такое выражение «параллельный импорт». Многие просто могут не знать, что это такое. Это разрешение ввозить на территорию Российской Федерации товары легальные, качественные, не контрафактные, а иным лицам, кроме официальных дистрибьюторов и официальных дилеров. То есть поехали за границу, купили, здесь можно продавать официальный товар со всеми документами. Это присутствует во всем, в Западном Европе, в Америке. Это разрешено на все товары. У нас почему-то такая ситуация складывается, что только через каких-то дистрибьюторов, дилеров, которые делали соответствующие накрутки, чтобы повышала стоимость товара, работы, услуги достаточно серьезная. А там дилеры конкурируют с другими продавцами такой аналогичной продукции тем, что какой-то сервис предоставляют лучший, может быть, по цене дешевле, раз действует от официального производителя. То есть мы за это выступали порядка 15 лет и рады, что сейчас параллельный импорт у нас начался на товары. К сожалению, я бы был за то, чтобы вообще отменили полностью списки какие-то, на все товары разрешили. Но пока у нас Информторг занимается тем, что утверждает списки товаров, которые разрешается ввозить без официальных дилеров и дистрибьюторов. Одно дело, когда наценка 30-40, иногда 100% у дилера и дистрибьютора, а другое дело, когда поехал предприниматель, купил со всеми документами, официально привез сюда и продал. И, соответственно, наценка будет стать, естественно, дешевле, чтобы у него купили, чем у дилера или дистрибьютора. То есть это будет конкуренция, и, соответственно, снижение цены при том же качестве. Он же купил у того же производителя аналогичного качества товар. — Вот еще весной многие переживали за повышение стоимости бытовой техники. Сейчас как-то это устаканилось? — Ну, цены во многом они обратно вернулись. Тем более мы видим динамику курса валют, что она дешевле. Вот как раз параллельный импорт дает возможность приобрести ту же технику в третьих странах и завести, продать в нашем рынке. С учетом единственных транспортных расходов, может, она будет, но цена где-то такая же, может быть, плюс 20, там где-то 10-20 процентов. То есть, в принципе, вопрос-то в чем стоял, что вообще не будет никакой техники. Почему люди хотели купить-то? Ну, может быть, даже не из того, что там цену боялись, что не будет, а она будет. Более того, масса производств теперь у нас находится. Ну, надо сказать, что много очень, то же самое у коллег из Белоруссии находится производств, и бытовой техники. И надеемся, что дальше это будет распространено и на другую технику, в том числе и автомобильную, и грузовую, и специальную технику. Трактора, бульдозеры, экскаваторы. То есть, основания для этого есть, в принципе, проблем я тоже не вижу. Тут надо все просто здесь полномерно, спокойно работать и не переживать. Все будет хорошо. Хорошо, спасибо вам большое, спасибо, что пришли. Спасибо.